Ну что, девчонки, кандидатки, все-таки как сгалел мои нервы Юрий, все-таки я прочитал все, что вы там это спорили-то с ними, с ним, а подразумевался-то я, Железов старший, то есть я старше Юрия на несколько месяцев, нам оба недавно было 70, но мы еще как Высоцкий пел, только зачесались кулаки, значит, смотрите, я буду крайне аккуратен, вот, как всегда с женщинами, я дамский угодник, вы знаете, мне Бог не дал, я с Вами девчонками делюсь, вернее надо бы не с девчонками, а с мужчинами этим делиться, вот, мне Бог не дал внешность привлекательную, фигуру, вот, не дал, вот, и я, чтобы все-таки, когда добиться своего, я не просто общался, как все, я был дамским угодником, я вел себя так, ну, это понятно, ухаживание, подарки, когда наступал момент, когда женщине было мне отказать, причем не буду говорить, просто неудобно, ну, а сейчас, после этой лирической нотки, мы будем говорить о очень серьезных вещах, но я постараюсь не забывать, что Вы женщины, потому что с мужиками я обращаюсь к круче, вот, помните эта фраза, еще не наступил рассвет, а в стране дураков уже кипела работа, она относится к мужчинам, вот, итак, сегодня тот же самый, 22 марта 21 года, так, вторая серия, первую мы закончили на этом, еще будет много, я чувствую, что просто так Вас не убедить, заметьте, я не хочу по принципу сам дурак, я хочу Вас убедить, итак, но вопросы все-таки будут, потому что вы видите сейчас странно, смотрите, заканчивали мы тот фильм вот так, апофеоз, изучая люпины, отменить самого Мичурина, вегетативная организация лженаука, вот, и я нашел, я уже была, попросил еще раз мне выслать это письмо, Юра выслал, итак, Ольга Исакова, вот, посмотришь на фотографию, влюбиться готов, вот, но, как говорил этот самый, Платон не друг, но истина дороже, она ответила, мой брат, увы, это страшная фраза, увы, имена, нет, ниже, ниже, это про Мичурина страшная фраза, а про это просто, увы, имена известны только в узких кругах, даже не обо всех в Википедии написано, что Юрий Железов сделал, он написал имена сибирских гений, настоящих, это правильно сказали, что я чуть ли не на готовом, я никогда этого не скрывал, я создал фильмы, статьи про всех, про Бородича, про Бодна, они все покойные, про Чижика, вот, еще добавится, Латинков недавно умер с Урала, а то, что они мне неизвестно, это очень плохо, потому что, Ольга, это вы делаете там погоду, вот, вас тоже уже можно пожалеть, вот, не считай страшно, мой друг и фактически ваш оппонент Турсун Тускобелов, завлаб Аграрного института, института аграрных проблем города Абакана, перед пенсией получал 15 тысяч рублей, вот, и вот мы собачимся, да, собачимся, а нам предстоит мне еще что-то с чем-то поделиться, а вам все-таки это узнать, почему, потому что я сделал так, все мои друзья, включая ученых, а мой круг вы знаете, это еще Бойкова, Галина, это самое, Николаевна, директор ГСОВ, ну, правда, тоже на пенсии, и еще кучу людей назову, все имеют свое личное подсобное хозяйство, то есть выращивают, я не шучу, это я вам предлагаю, выращивают питомники, свои плодопитомники, и зарабатывают на этом деньги, не кормит наука, а мы собачимся, а я скольким людям помог, у нас будет, знаете, что с вами, одна из серий, третья, это вторая, третья или четвертая, я вам покажу такое, вот, что вы скажете, все-таки где-то мы перебарщивали, вот, и Юрий Владимирович, мой брат тоже где-то резко отвечал на выпады, над ним издевались, над ним насмехались, и получилась свара, а когда я подключился, а давайте, Ольга Исакова, мы вам вырастим сад, давайте, вот, Наталья, давайте вам вырастим сад, может быть, с этого начнется, нормально все, почему, мы не нужны государству, мы не нужны Минсельхозу, вы не нужны, вы об этом в курсе, что вы не нужны, Академия наук, помните, огромный зал спящий, весь спит, это ваши престарелые эти коллеги, давайте, это, как говорил кот, этот самый, Матроскин, давайте жить дружно, вот, или Матроскин, или наоборот, этот самый, ну, не важно, давайте жить дружно, для начала придется вам, ну, дальше это не учеба, нет, я просто делюсь с вами своими мыслями, все знают, почему популярны мои, это вы, известны в узких кругах, это только потому, что узкие круги, это вы, а не мы, вот, все знают, что я написал 400 статей, а не на печатание все 400, в газетах и в журналах, вот, а у вас свой круг и свои научные журналы, там, только меня подозревают, что вы не читаете друг дружку, потому что там читать нечего, из 10 слов 9 непонятных даже вам, так, иначе наука не считается, и вот получается, что я рассказываю, 2000 фильмов можете создать, а мы с Юрием, еще с несколькими друзьями, с братом Юрием создали, вот, и там нет ничего лишнего, там нет никакого мусора, там все самое важное, и мы сейчас с вами буду этим делиться, вот, почему, я решил вас пожалеть, несмотря на ваше эти шикарные образования, я решил вас пожалеть, с усатесо возраста, с усатесо опыта, вот, потому что все, что вы знаете, в Сибири, у вас бы не выросло ничего, вообще ничего, понимаете, ничего, Юрий Владимирович у вас там немножечко носом тыкал, что у вас даже не Москва, а южнее и так далее, и так далее, и тем более не его Калуга, он новичок, взял, натыкал косточек, половину отдал соседу, проходит три года, соседа уже урожает, вот, корову, я говорю, Юра, опозорил нашу фамилию, твой сосед, но следующий год уже у Юрия Владимировича Железова уже заплодоносили, и не тысяча мордой, у него старше 6 лет, вот, поехали, вот это страшная вещь, ребята, теперь объективной гибридизации, то есть вы нас не знаете знать, не хотите, это ладно, но в эффективной гибридизации, и не надо писать, что я придумал, любой может прочитать, то есть этой фразой вы утверждаете, что вы к этой абзацу не имеете ни к малейшего отношения, вы прочитали, самое страшное в этом, как у вас, Ольга или Наталья, Ольга, самое страшное в этом, что вы сами поверили в это, потому что это тупик, вот такой тупик, а подробно будем, тут, значит, Мичурин зовет тупик, а там только с семенами, то, что противоречит, и пошло-поехало, все разберем, вот, у меня еще неделька-две есть, до этого, до прививок, и успеем, итак, где вы взяли цитату, вот это единственное, я вас попрошу ответить, Юрий Владимирович, брат мой, спроси там, на этом сайте, вот, да, еще, я выскочил когда-то, как ошпаренный, а весь облитый грязью с сайта присадебного хозяйства, вот, не знаю, рассказывать подробно, как это получилось, нет, сейчас не буду, это в другой раз под настроение, это надо, не знаю, после этого рассказа надо идти и в рюмку выпивать, вот, а я стараюсь не это, находиться постоянно в трезвом виде, итак, где-то вы прочитали, Юрий, спроси у этой Ольги, где она это взяла, откуда цитата, кто этот предатель, потому что раньше Мичурину лизали в то самое место, вегетативная гибридизация популяризировала Лысенко в целях опровержения классической генетики хромосомной наследственности, объясняю вам, Ольга, вы процитировали, значит, поверили, не противоречит вегетативная гибридизация классической генетики хромосомной наследственности, она другая, понимаете, это другое совсем, хотел примеры провести, но жалко времени, была подхватива последователями, даже вопрос с фамилией только изменилось, ну, то есть, был Лысенко, стал Железовым, был Мичурин, стал Латинков, или мой брат Юрий, дежавю, знайте слово, результат исследования ложной теории, внимание, в результате исследований ложной теории вегетативной гибридизации была опровергнута в 30-50-х годах, в каком году умер Мичурин, а? Что, у кого-то даты путаются? В каком году издавали Мичуринские труды? В 54-56-м я ничего не путаю? Наличие вегетативной гибридизации не подтвердилось, кем не подтвердилось? Тут целая комиссия нужна, тут не то, что Иван Петров или Сидоров сказал, что не подтвердилось. И вот эта страшная фраза, вегетативная гибридизация уже наука. Вы даже не ведаете, о чем говорите-то, вы сами попались на чем? Вы сами. Вы цитировали не себя, вы бы просто написали, что она не существует, я это проверила. Нет, ее опровергнули. А кто? Те, кто один раз пришли к власти тех воронки и в Сибирь лес валить, а не сады садить. А потом наоборот. Где она не подтвердилась-то? Я решил так, допустим. И еще, Ольга, это добавила, я просто поражаюсь. Это какое невежество, дикое, даже не пробуя и не знать этого. Из сортовой косточки сортовой абрикос не вырастет, только жардель. Но если помните мой вебинар, вас приглашал посмотреть вебинар мой брат. Я немножко повторюсь. Я взял вот эту фотографию. Вот. Почему? Потому что это дальше пойдет разговор, очень серьезный разговор. Вот. У меня так получилось, что все схвачено. Вот. Разраз вот этот вопрос. Видите? Какова совместимость ваших форм абрикосов-клонов с образцами подвойными, растущими при море, с так называемыми мажорскими огромными абрикосами? Будем изучать, а? Ольга, Наташа. А давайте так. Оль, Наташа, давайте. Вот. Я немножко, конечно, звучит, ну пусть не издевательски, но как бы менторски. Но это с высоты моего возраста. Я посмотрел на вашу фотографию. Молодая, красивая. Поэтому я уже так. Так вот, Оля. Вот это мажорский абрикос, который переехал с той самой горной. Но он на самом деле не горный. Горные абрикосы, их еще путают с сибирским, я уже подробно буду. Пусть я потрачу не час, ну как сказать, пусть я потрачу даже восемь, десять часов. Но вы это должны знать. Но я не виноват, что это знаю. Понимаете, любознательность такая. Вы понимаете, любознательность это начитанность, так? Никуда от нее не деться. Вы сейчас будете слышать от меня термины, что даже вы не все знаете. Вы должны знать, что горный абрикос манчжурский и просто манчжурский абрикос, это, если говорить по-дэски, две большие разницы. Горный абрикос это кустарник, он невкусный, несъедобный, ни на что не годный. Так? А настоящий манчжурский абрикос, он растет в тайге. Ой, жалко, я специально-то, но я не могу, иначе. Я 122 вебинара провел, все не рассказал. А так бы не получается быстро. А так бы я вам показал. Представьте себе два обхвата абрикос, которому 100-110 лет. Который дал за свою жизнь, наверное, добрый миллион плодов. Вот он и послужил отцом вот этого абрикоса. Он уже, ему 37, он патриарх у меня. Почему? А он уже знаменит. Почему вы не заказали у меня эти косточки? Вот 25, а вот почему возмущались, что уже ли за 25 рублей косточка. А кто, вы что, не знаете, что я этим монастырями, церквям бесплатно? А вы знаете, что я этим самым приютам бесплатно? А вы знаете, 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 а сколько я скидок делал? 25. А вы знаете, что такое это самое здоровье? Когда близкий человек 300 тысяч рублей только за операцию, за это, за замену, как это, ше... Сломано. Вот. А мои вены у меня за сотый... А это еще не все, а еще плюс, потом... Еще 200 тысяч. А еще мои вены 100 тысяч. Не знаете? А? А помогать больным, а помогать детям, сиротам, которые не знают слова папа. Мне говорят, сколько у тебя железа, это самое, детей? Я говорю, не знаю. Как не знаешь? Я засчитать не могу. Кому-то в школе голодает, потому что только врут, что школу кормят бесплатно. Вот. Которые в семье, как и называются, приемные, да? Не одеть детей не могут. Ничего на эти нищенские эти... Как я не... Забыл. На эти деньги, чтобы выделяют на тех, кто ребенка взял. Опека, опека. Вот. А круг все расширяется, расширяется. Сколько просто кормлю, приходят голодные? 25 рублей косточка. А эта косточка, смотрите сюда. Я отвлекся, извините. Вот эта вот фотография, она сделана давно. Лет две. Ну, когда цифровый фотоаппарат появился. Может, лет 12, 15, не знаю. Меньше. Ну, 15 лет назад, да? Это моя знаменитая линейка. Даже эту фотографию со скромнейшими плодами кисло-сладкие. Их едят. Приезжали гости, возьмут ведро. Ставят в машину, да? Вот. Не до косточек. Я говорю, куда вы там, они валяются, там у меня три ряда лежат. Не-не, вроде это. Потом доезжают до Красноярска, пару дней еду там с остановками. 500 километров. И говорят, вы знаете, мы не довезли. А почему он стал такой? Он эти годы занимался. Извините, секс это не научное слово? Как там по-вашему? Что, уже смеетесь со словом секс? Они занимались половыми связями. Я уже так аккуратнее говорю. Вот. Прошу прощения. Дмитрий, сейчас я перезвоню в фильм, заснимаю. Вот. Кстати, звонил Чернобаеву. Я его называю лучше. Если мы все-таки просидали, раз что-то продаем. Вот он звонок. Леонид Дмитриевич. Лучший садовод-любитель всей Сибири. То, что есть у него, это потомки моих. Вам и не снилось даже. Я про несколько фильмов снял. Он входит в тот круг, который вы сказали, что никто не знает. Ну, знает, конечно. Фильмы расходились. Там тысячи просмотров. Тысячи, а я их количеством беру. Вы понимаете? А вы не знаете. Вот вы еще это. Уже к нему, не ко мне. Уже к нему должна быть очередь из этих. Из европейских ученых. Понимаете? Не верите мне? Не верите фотографиям? Ой, Господи. Там такие урожаи. Я уже ему завидовать начинаю. У него сад молодой. Ладно, проехали. Это так, видимо, совпадение. Я только о нем подумал. Он позвонил. У меня со многими такая связь. Итак, они стали культурнее за счет телегонии, которая не существует. Нажмите, где кнопка. Телегония. И вы узнаете, что это чушь собачья. Вот. Дальше поехали. Смотрите. А вот этот, тот самый доскобелок, хочу фотографию, я вам показывал. Видите? Это его линейка. С листиками. Я вот не догадался, да? Вот. Я так делал. А он вот так. С листиками. А они уже окрашиваются. Это прошло после этого несколько лет. Уже вкуснее стали. А еще ни с кем не это. Не, не, не. А вот теперь это. Внимание. Итак. Я Железов Ваулин Александр Юрьевич. Директор. Я еще раз. Я потому что с гордостью говорю. Ваулин Александр Юрьевич. На тот момент общения со мной. Сейчас не знаю. Директор Мярского института. Город Селябинск. Найти его легко? Проверить легко? Ему поверите? Если все, что я написал, это чушь. И все это сказки. Про меня хуже писали, чем вы? Знаете, когда проще пишут. Врет, как Сивый Мерин. А теперь, внимание. Я ему лет 15-12 назад, в то раз рассказывал. Еще раз. Теперь персонально для вас. Я ему выслал 20, 30 или 40. Помню только цену. Я же торгаш. Вы же меня оскорбили. Я только торгаш. Больше никто. Зачем было так делать? Я не понимаю. У меня же целая теория. У меня много таких феноменальных агроприемов. Без которых вообще вырастить нельзя такое. А здесь просто растет такая щитина. Косточки не продавал. Голову не приходило даже. В то время. Это потом, когда мне сад сожгли. Два приема. 2005-2008 год. Ребят на мотоциклах. Вот. Сейчас можете меня называть чем угодно. А, самое подходящее. Нищий этот. Селекционер. Хотя мне уже писали. Какой-то нахрен селекционер. Металлург. Так вот. Он, значит, взял. У меня заказал. Не только привитые. А привитые. Он мне потом написал. Проверяйте. Что ваши плоды на привитых. Королевский Амур. Серафим оказались в три раза крупнее наших. Проверяйте. Этот разговор не был записан. Он телефонный. Дальше. Выслал я ему эти несколько десятков. Вырастил он. Вы попали по разные стороны баррикады. Теперь Ваулин. Его не уволят же за это. На нашей стороне. Та же агротехника. Не поливать, не удобрять. Не обрезать. Девчонки. Не обрезать. Что у него выросло. Как вот эти ко мне попали. Он мне прислал. По просьбе. Павла Троценко. Он высылал их через этого самого. Через Немытого. Вот мы на вебинаре будем дальше его читать. Уникальный человек. У нас все гении в стране. Видите. Вот. Через Немытого. Но мне нужно было подтверждение. Мало ли. Ловится на каждом слове. Вот. То железов запрещают обрезать. То наоборот железов все калечат. И так далее. Вырвут одну страницу. Вот. И что получается. Эти прислал лично Ваулин. Директор. Еще знаете. Когда он получил. Мне интересно было так. Я читал лекции. Меня пригласил сам Сергеев. А Сергеев это. О. Он организатор съездов. Он организовал слет. Вот. И позвал меня туда. Там он назвал три фамилии персонально. Как звезды. Двое не приехали. Я приехал. И 16 часов отведенных. Ой. 18 часов. Три по шесть. Вот. Он мне 8 отвел. Я 8 часов читал лекцию. Так. А когда вернулся обратно. А уже у Ваулина результаты были мои. Он мне позвонил. И отругал меня. Валерий Константинович. Рядом были. Я бы организовал вашу лекцию студентам. Что же вы не сказали. А я хрен знал. Мы же сами по себе. В этот раз. Это самое. Сергеев. Николай Георгиевич. Организовал то. А для нас. Для любителей. Со всей. Белоруссии. Там. С Казахстана. Съехались. Самые крутые садоводы. Любители. Поэтому Ваулина не знал. Хотя в 20 километрах. Мяс находится от этого. От Черночелябинска. Видите как. Но вот они результаты. Прошли годы. Что мы имеем. Протрите глаза. Теперь он на нашей стороне. Это его фотографии. Он уже и обозначил их. Видите. А теперь скажите. Сильно похоже. Даже вот на эти. Что фотографию делал для этого. Для науки. Для Доскобилова. Он рядом стоял. Сильно похоже. Ну. Девчонки. А это то как получилось. Да. Рядом Амур. Супруг. Это уже потомство. Это те самые. Размер был. Вот такой вот у них. Вот. Потому что росли в тени. Вот. Пробили через дерн. А значит. Из тех сотен тысяч. Что падали. Я не оговорился. Тысяч. Не считая того. Что вот. Кому понравится. Ведро с собой возили. Кто-то два ведра. А так то они валялись. Перегнивали. А одна из десяти. Сотни. Проклевывалась через дерн. Это значит. Самые. По ему попали. Самые. Ух. Я применяю свое слово. У меня много слов. Которого вы не знаете. Потому что вы железо не знаете. Я применяю слово. Жизнестойкость. Не зимостойкость. Не морозостойкость. А жизнестойкость. Это все суммирует уже. Потому что у дерева не только зимой. Зимостойкость есть проблема. А и летом. И весной. И осенью. Вот это есть. И вот что у него получилось. Откуда он такой взялся. А считается. Даже когда опыление. Вы же грамотные девчонки. Вы же сами сказали. Шикарное образование. Вот. В первом поколении. Они какие должны были быть. Ну-ка вспоминаем вашу. Не мою вашу теорию. А? В лучшем случае такие. В первом поколении. Ну-ка. Такие нет? А? Такие. Такие. А где там ваша фраза? Вот эта самая. Это есть и мой полудикарь. Я его еще полудикарем называю. Вот. Какое вы имели право вот это писать? Что вы понимаете? Ой. Я же хотел с вами по-доброму. А уже на крик сорваюсь. Просто говорю. Девчата. Ну ошиблись вы. Ну не занимались вы этим. Ну не понимаете в этом ничего. Ой нет. Нельзя этого говорить. То есть вы просто. Ну жили своей жизнью. Она далекая от реальной. А вот Ваулин. Он теперь наш Ваулин. Подтиряю. Я железу говорю. Его не уволят за эти слова. Он теперь наш. Наш. Я уже не делю на науку и любительство. И. Внимание. До читав. Сенсационное для вас сообщение. Вы что-то вы не знаете. Знать не можете. Ваулин Александр Юрьевич сказал мне по телефону. Подтвердить нет. У вас же нет запретов. Уж такого. Что там при упоминании этого слова. Там. Мичурин сразу увольнять. Он сказал. Я уважаю Мичурина безмерно. Слышали? А вы его отменили. Так. Сейчас у меня заморгала. Просто называется зарядка. Теперь в следующий раз. Заряжается 6 часов 15. Только завтра наверное продолжим. Вот. А она пока моргает. И мне еще отключится он через 3 минуты. Смотрите. Классический академик. Единственное старое дерево. Ему 32-33 года. Так. Прививки. Вот. Он сохранил себя целостности. Остальные все. Я уже называл крупноплодный Железов. И абрикос курдюмов. И абрикос это. Еще. Это самое. По-разному. Почему? Ну вот. В руках девушка держит. Видите? Ну еще раз. А классический вы видели? Согласны с этого? Уж это вы должны знать-то. Должны проходить-то в этом самом. Вашем этом. В темиряшике. Вот. А почему они стали в два раза крупнее? Я это называю последствиями так называемого настроения ментора. О котором вы не знаете. Но когда-то захотите такие иметь. Есть два варианта. Готовые. У меня такие выписывали. И я вам покажу специальный фильм. Где они стали такими у других садов. Включая косточки. Из косточки. Вот. Сейчас отключится. Ну еще две минуты. А кого в кандалы? Ну это я уже сгоряча. Ольга и Наталья. Что я вас имел ввиду. Кандалы. Чтобы вы приехали. Нет. Не лес валить. Не это. Не эти самые. Не на зону топтать. Нет. Хотя вы много вреда принесли. Вот этими высказываниями. Вот. Там где считаете этого не может быть. Никогда. Вот. Сибирь. Угостить вас. Чтобы вас на фитнес привез. А вы бы вернулись и написали. А вы знаете. Не как вот эта девушка с Красноярска. Вот. И еще буквально секунды остаются. Это академик, который вырастил. Это он мне прислал Латинков. Второй и последний, который имеет такой сад. Второй и последний на всю страну. И в этом сказке не... А, я же обещал не ругаться. Вот. Второй и последний. Он похож. А теперь смотрите. Вот он, академик, который... Король умер. Да здравствует король. Латинков умер. Понимаете? Умер. Вот. Вы уже узнав об этом. Прошло уже где-то дней 12-15. Узнав об этом, вы уже должны командировку оформлять. Я как посмотрел... Ой, нет. Кусать еще одну. Не буду еще один из тут. Хотя смех и грех берет, когда я вижу, чем они занимаются. Вот. Еще раз низко кланяюсь. Латинкову потеряли. Такого садовода 10-15 лет знали о нем. Только они... А, в узких кругах, да. А вы за пределами этого круга. Вы представляете, что вы натворили, девчата? Все. До свидания. Третью семью.